МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые участники заседания коллегии облгосадминистрации. На повестку дня сегодняшнего заседания выносятся следующие вопросы. Первый вопрос о состоянии социально-экономического развития Николаевской области. Второй вопрос о подготовке к отопительному сезону 2015-2016 года жилищно-коммунальных хозяйств, социальной сферы, учреждений, здравоохранения и учебных заведений Николаевской области. Третий вопрос о работе в сфере предоставления субсидий населению по упрощенной системе для оплаты коммунальных услуг. Четвертый вопрос о социальной защите участников антитеррористической операции, демобилизованных, членовых семей и вынужденных переселенцев. Выделение земельных участков участникам антитеррористической операции. Пятый вопрос о реализации мероприятий по энергосбережению и стимулированию населения к внедрению энергоэффективных мероприятий на территории Николаевской области. Уважаемые коллеги, присутствующие представители средств массовой информации. Сегодня мы ведем прямую трансляцию заседания коллегии. Прозрачность, открытость, доступность – это главные критерии работы власти. Публичные отчеты – это результат реальной работы каждого из нас. Открытые конкурсы на должность руководителей структурных подразделений и подведомственных учреждений должны стать обязательным условием кадровой политики. Внедрение электронной системы закупок даст возможность открыто, прозрачно и эффективно использовать бюджетные средства, искоренить коррупционную составляющую и сделать торги конкурентоспособными. Сегодня область активно присоединилась к системе «Прозор». На сегодня три департамента, пять управлений, облгосадминистрации зарегистрировались на платформах для проведения электронных торгов. Из них 25 медицинских учреждений и организаций, 13 организаций сферы образования, 9 спортивных школ и организаций, 12 районов области уже приняли участие в процедуре электронных торгов. Мэры городов, я рекомендовал и буду продолжать рекомендовать «Присоединиться к системе проведения электронных торгов». Мы в конце этого месяца увидим с вами реальную экономию бюджетных средств. И об этом заявим публично. Благодаря финансовой децентрализации поступления налогов и сборов в местные бюджеты области за 8 месяцев составили 120,1%, что составило 1,586,400,000 грн. Дополнительные поступления составили 265,7,000,000 грн. Принятие бюджета 2015 года скептически оценивался многими политиканами. Но сегодня мы видим, что громады способны быть самодостаточными. Вдумайтесь, областной бюджет развития в этом году 116,000,000 грн. Кроме этого, с государственного бюджета выделено для развития нашей области 98,000,000,000 грн. Привожу пример. 2014 года всего 31,000,000 грн. 2013 года, когда стабильная в кавычках власть управляла нашей страной, 40,000,000 грн. В июле по сравнению с июнем зафиксирован прирост промышленного производства в целом по области на 3,2%. Наши аграрии снова побили очередной рекорд – 2,475,000,000 тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Внешняя торговля нашего региона характеризуется положительным сальдо. Удельный вес Николаевщины в общегосударственном экспорте товаров и услуг составляет 3,4%. Николаевщина занимает 8 место среди регионов Украины. Область активно готовится к отопительному периоду. По состоянию на 1 сентября готовность лечебных учреждений составляет 91%. Дошкольных заведений – 98%, школ – 97%, жилых домов всех типов в собственности – 82%. Прошу донести всем жителям области. Мы не замерзнем в этом году, как и не замерзли в прошлом. И развейте мифы о понижении температурных режимов, которые ловко манипулируют некоторые политические силы перед местными выборами. Информируйте население о программах по энергосбережению и энергоэффективности. Уверен, что в местных бюджетах найдутся средства для реализации таких программ совместно с Ощадбанком и с Государственными банками Украины. Область использует 0,72% энергоресурсов в общем объеме использования по Украине. И по потреблению топливно-энергетических ресурсов занимает 16 место среди областей Украины. Наша цель – максимальное эффективное энергосбережение. И такие проекты есть. Сегодня мы о них будем говорить. Я призываю всех руководителей изменить свое отношение к назначению субсидий. Николаевская область получила субвенцию более 448 миллионов гривен. Это даст возможность всем, кто имеет право получить ГОТЫ. Уже поступило 65 872 заявления. Отработанных 57 169, что составляет 86% от количества принятых заявлений. От двора к двору, от квартиры к квартире. Информируйте, разъясняйте, помогайте. Особенно это касается городов Первомайский, Николаев, Жавнево, Арбузинского и Березниговатского районов. Именно здесь худшие показатели. Не предвыборной кампанией занимайтесь. А подумайте о людях. Подумайте о программах, которые реализовывают кабинет министров Украины. В Николаевской области стартует пилотный проект, предоставляющий возможность оперативно решать проблемы, с которыми сталкиваются демобилизованные. Волонтеры и военнослужащие станут непосредственным связующим. При облгосадминистрации будет создана инициативная группа. Рекомендую создать такие же группы в районах и городах. Проблемы демобилизованных – это личные проблемы каждого чиновника. Тем, кто формально и халатно будет относиться к решению социальных вопросов военных и их семей, не место в органах власти. И последнее. Нам крайне важны сегодня масштабные инвестиционные проекты. Такие как дно углубления БДЛК, строительство международной дороги Львов-Кировоград-Николаев-Херсон, мостопереход через реку Южный Бух. Реформирование и привлечение инвестиционной компании к транспортной системе Николаевской области. По этим и другим вопросам 9 октября пройдет инвестиционный форум «Николаевщина – надежный партнер» с участием крупных инвесторов, представителей Министерств и ведомств Украины, а также представителей посольства Соединенных Штатов Америки в Украине. Уважаемые коллеги, прошу принять активное участие в работе инвестиционного форума, который даст нам с вами возможность в реализации многих программ и проектов. Этот форум мы организовываем непосредственно для вас для того, чтобы вы смогли презентовать инвестиционные проекты, смогли презентовать Николаевскую область, города. Достаточно будет эффективный и интересный. Я уверен, что после таких форумов и после таких презентаций мы сможем реализовать ряд достаточно серьезных проектов в Николаевской области. Поэтому свои предложения, пожалуйста, направлять на управление экономики, для того, чтобы мы смогли обработать и внести их в программу форума. Итак, переходим к повестке коллегии облгосадминистрации. Для доклада по первому вопросу о состоянии социально-экономического развития Николаевской области приглашается Васильева Марина Васильевна, директор департамента экономического развития торговли и туризма облгосадминистрации. Для садоклада прошу приготовиться Ищенко Вадим Павлович, директора департамента финансов облгосадминистрации и Гранатурова Юрия Исаевича Николаевского городского главы. Добрый день, уважаемые члены коллегии, уважаемые присутствующие. Позвольте коротко остановиться на основных показателях и тенденциях развития реального сектора экономики области по итогам текущего периода 2015 года. Облгосадминистрации реализуются меры по обеспечению стабильной работы народно-хозяйственного комплекса. Принят ряд распоряжений и дан ряд поручений главы облгосадминистрации для оперативного реагирования на ситуацию в народно-хозяйственном комплексе. Работают аналитические группы во всех сферах экономики. Комплекс принятых мер начинает давать положительные сдвиги в экономическом и социальном развитии области, которые свидетельствуют о наличии потенциала восстановления стабильной работы реального сектора экономики. В последние месяцы ситуация в экономике области стабилизируется и ожидается позитивная тенденция активизации экономической активности во втором полугодии 2015 года. Как следствие, Николаевская область по итогам 7 месяцев 2015 года имеет показатели выше, чем в среднем по Украине и занимает лидирующие позиции среди регионов по многим показателям, вы видите на слайде. Это и 10 место по объемам промышленной продукции. Четвертое место по объемам продукции сельского хозяйства на человека. Второе место по индексу строительной продукции. Первое место по объему принятого в эксплуатацию жилья. Пятое место по увеличению объемов капитальных инвестиций. Шестое место по уровню среднемесячной номинальной заработной платы. И так далее. Я не буду перечислять, вы видите все на слайде. Для комплексного развития Николаевской области был принят ряд нормативных документов. Это программа социально-экономического на 2015-2017 годы, стратегия на период до 2020 года, план реализации стратегии. Также с целью стимулирования комплексного развития районов и городов областного значения принято распоряжение главы облгосадминистрации, которым ведем мониторинг показателей социально-экономического развития по 12 направлениям и 76 показателям. Результаты мониторинга направляются в рай госадминистрации, горосполкомы для разработки и принятия мер по улучшению социально-экономического положения в территориальных единицах. Приняты приоритеты направлений области – это морехозяйственный комплекс, агропромышленный комплекс, энергетический комплекс, в том числе альтернативная энергетика, промышленный комплекс. Промышленность Николаевской области является важной бюджетообразующей отраслью экономики. Всего в промышленности занято 14% всего занятого населения. Вклад промышленного сектора в валовый региональный продукт составляет более 25%, в наполнении бюджета всех уровней – более 40%. В текущем году, так же, как и в предыдущем, объемы промышленного производства в области несколько выше, чем в среднем по Украине. По итогам 7 месяцев по Николаевской области они составляют 88,4%, по Украине – 80,5%. Это спрогнозировано, это вызвано рядом объективных факторов. Прежде всего, остановлен энергоблок номер 2 атомной электростанции для выполнения работ по продлению срока эксплуатации сверхпроектного срока. А в прошлом году работало все три блока. Также негативное действие оказывает потери рынков сбыта продукции в Российской Федерации – это машиностроение и пищевая промышленность в Крыму и на востоке страны, легкая промышленность и пищевая тоже. Следует отметить, что ряд промышленных предприятий активно переориентируется на другие рынки сбыта и на производство новых видов продукции. предприятие «Заря Машпроект» в 2015 году с целью снижения зависимости от заказов Российской Федерации, доля которой в общем портфеле заказов составляла 40%, проводит активную работу по переориентации на другие рынки сбыта. Проводятся переговоры по расширению сотрудничества с предприятиями Индии, Ирана, Китая, Вьетнама. Благодаря этому доля российских заказов снизилась до 3%. Предприятие «Небулон» с начала 2015 года завершено строительство трех буксиров, начато строительство трех несамоходных судов, а также понтона. Первомазь «Дизельмаш» проводится переговоры по производству когенерационных установок на альтернативных видах топлива для отечественных агрохолдингов и прибалтийских заказчиков. Завод «Фрегат» планирует увеличить поставки продукции, прежде всего дорожные ограждения, для стран Европейского Союза, это Германия, Польша, и расширить присутствие на отечественном рынке. Это изделия гидравлики, дождевальные машины. Производители пищевых продуктов «Лакталис», «Баштанский сырзавод», «Сандора», «Николаевское отделение «Сан-НБФ», «Украина» и другие пересматривают ассортимент производимой продукции в пользу той, что пользуется большим спросом на внутреннем рынке и прорабатывают возможность расширения поставок на зарубежные рынки. «Николаевский глиноземный завод» реализует инвестпроект по доведению годовых объемов производства глинозема 1,7 млн тонн. Конечно, это довольно-таки небыстрый процесс, но удается достигнуть определенных результатов. С марта текущего года продолжается положительная тенденция к сокращению отставания от прошлогодних объемов. По итогам работы в июле, по сравнению с июнем, удалось достичь роста в целом по области на 3,2% и практически по всем отраслям промышленности. Это свидетельствует о наличии потенциала возобновления производства после негативных внутренних и внешних шоков. Облгосадминистрации принимаются все возможные меры по недопущению спада промышленного производства, проведены собеседования с руководителями бюджетотворивающих предприятий. По результатам подготовлен ряд обращений главы облгосадминистрации к народным депутатам Украины, премьер-министру Украины, к ряду центральных органов исполнительной власти. Также с целью загрузки производственных мощностей области проведена работа по импортозамещению, по расширению сотрудничества предприятий Николаевщины с предприятиями-участниками концерна Укроборонпром. Главой облгосадминистрации подписан меморандум между концерном Укроборонпром и Николаевской облгосадминистрацией. Для недопущения ликвидации предприятий судостроения в области по инициативе главы облгосадминистрации создана и работает группа по выводу завода из критического состояния. В состав рабочей группы входят и народные депутаты Украины. Аграрный сектор. По количеству занятых эта отрасль занимает в области первое место. Здесь занято почти 26% от всего населения области. Валовый региональный продукт аграрная отрасль дает 16%, наполнение всех бюджетов 8%. В отрасли растениеводства на сегодня намолочен рекордный урожай за все годы существования Николаевской области. Как уже говорил Владимир Иванович, это 2,5 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых. Учитывая фактическое состояние посевов поздних зерновых культур, а также сложившиеся погодно-климатические условия, ожидается получить общий валовый сбор зерновых в пределах 3 млн тонн с учетом кукурузы. Сейчас продолжается уборка поздних сельскохозяйственных культур и начат посев озимых культур под урожай 2016 года. В отрасли животноводства области, так же как и в Европе, в целом по Украине происходит падение уровня производства по всем видам продукции. Основной причиной этому есть сокращение численности поголовья скота и птицы вследствие нерентабельности производства продукции животноводства, вызванного снижением закупочных цен на фоне роста себестоимости. Что делается в области для стабилизации ситуации? Привлекаются инвестиции для строительства и реконструкции животноводческих объектов, принимаются меры по возобновлению работы на полную мощность, а это 1 млн голов, наибольшего в области птицехозяйства – снегиревской птицы фабрики. Приступили к внедрению на территории Березнеговатского и Снегиревского районов два пилотных проекта по созданию обслуживающих кооперативов и семейных ферм при организационной и финансовой поддержке Международного благотворительного фонда «Добровод громадян» и предприятия «Данон». С целью поддержки стабильного развития отрасли и повышения ее инвестиционной привлекательности, развития сельских территорий, поддержки малого и среднего бизнеса, облгосадминистрации проведен ряд организационных мероприятий. С начала года начал свою работу проект международной технической помощи правительства Канады, украинский проект «Бизнес. Развитие плода овощеводства». Проект направлен на развитие и укрепление возможностей мелких производителей плода овощной продукции, улучшение потенциала производителей, маркетинговых связей, а также отношения между участниками рынка. Облгосадминистрация организовала и приняла участие в трех выставках-конверенциях в рамках проекта. Для восстановления и реконструкции орошения в области проведена встреча с группой экспертов Всемирного банка. Транспортный комплекс является важной составляющей в структуре экономики Николаевской области. Он обслуживает потребности народного хозяйства и населения и является важным фактором реализации выгодного геостратегического потенциала. В среднем в области занято 6% от всего количества занятого населения, вклад в валовый региональный продукт составляет 14%, а в наполнении бюджета всех уровней – 20%. Благодаря принятым мерам предприятия транспорта общего пользования полностью удовлетворили потребности общественного производства и населения в перевозках. В области удалось обеспечить положительную тенденцию к наращиванию объемов обработки грузов на водных причалах области, которые за 7 месяцев текущего года выросли на 6,2% и составили 17 млн тонн. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций в экономику области является одним из приоритетных направлений деятельности областной государственной администрации. С этой целью проводится системная и скоординированная работа. По последним отчетным данным, за первое полугодие рост инвестиций в экономику области составил 3,1%. Объем строительных работ вырос более чем на 10%. Это говорит об активизации инвестиционной деятельности в регионе. Начиная с 2015 года финансирование инвестпроектов, направленных на развитие городов и районов области, за счет государственного бюджета осуществляется исключительно на конкурсной основе. Для этого распоряжением главы облгосадминистрации создана региональная комиссия по проведению конкурсного отбора. Определен перечень инвестпрограмм и проектов регионального развития, предлагаемых к реализации в 2015 году. В перечень вошли 39 проектов с объемом финансирования 65 миллионов гривен. Все проекты успешно защищены в Минрегионе. В настоящее время средства поступили в область и стоит задача, главная задача их использования в полном объеме до конца текущего года. Также для привлечения инвестиций в развитие экономики городов и районов области разработаны инвестиционные паспорта. Для удобства потенциальных инвесторов в области создан инсайт инвестиционной возможности Николаевщины. Инвестиционный потенциал области постоянно презентуется зарубежным партнерам при визитах к делегации иностранных государств в область. Только с начала этого года область посетили делегации посольств Великобритании в Украине, Французской Республике, Соединенных Штатов Америки, Международного торгового центра агентства ООН и ВТО Швейцарии, Международного трейд-клуба, который был проведен в июне текущего года в работе трейд-клуба приняли участие представители 16 иностранных государств и компаний. Ближайшие планы – это предоставление инвестиционных возможностей субъектов хозяйствования области во время визита нашей делегации в Аджарию, во время визита делегации уже к нам в область Карловацкой жупани Республики Хорватия, это сентябрь-октябрь, привлечение также субъектов хозяйственной области к активному участию в международных инвестиционных форумах, в выставках. Кроме этого, с целью привлечения инвестиций в различные сектора экономики области созданы рабочие группы по вопросам развития морехозяйственного комплекса, малой гидроэнергетики, железнодорожного транспорта и т.д. Работа, которая проводится обл. госадминистрации, переносит свои положительные результаты. Подтверждением этому, в частности, служит то, что в области реализуют свои проекты компании с мировым именем. В Николаевской области только на протяжении 2014-2015 годов реализованы и находятся в стадии реализации более 200 инвестиционных проектов в различных сферах деятельности. Промышленность, транспортно-логистический комплекс, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, туризм, энергосбережение, социальная сфера. На общую сумму более 7 млрд грн. Благодаря внедрению этих проектов будет создано более 2000 рабочих мест. Самыми крупными проектами являются такие, как компания «Бунги» завершает строительство единого производственно-перегрузочного комплекса, в состав которого будут входить перегрузочный терминал и маслоэкстракционный завод. Общий объем инвестиций – 170 млн долларов США. Создано 165 рабочих мест. Компания «Нобелгрупп» осуществляет строительство перегрузочного терминала зерновых и масличных культур. Объем инвестиций – 75 млн долларов США. Планируется создание по завершению проекта 140 рабочих мест. Компании «Урексим» в конце сентября состоится открытие пятой очереди морского перегрузочного терминала «Эвери» по перевалке растительных масел и милассы свекловичной. Компания «Пепсику», которой принадлежит Сандора, в 2014 году введена линия по производству снековой продукции. Объем инвестиций – 218 млн грн, создано 70 рабочих мест. В 2015 году компания вкладывает около 100 млн грн в приобретение установок для разлива напиток, модернизацию и улучшения техники безопасности на производстве. Морской специализированный порт «Никотера» завершено строительство зернового комплекса мощностью 168 тысяч тонн, создано 78 рабочих мест. Компания «Энд Эфмен Лимитед» планирует увеличить производственные мощности «Украин Шугар Компани» за счет увеличения земельного банка и приобретения оборудования для рашения земли. Компания «ЛНК» – это украинская компания, использующая американские инвестиции, построена биоэлектростанцией на полигоне твердых бытовых отходов, которые находятся на территории Леснянского поселкового совета в Николаевском районе. Ориентировочная стоимость инвестпроекта составляет 2 млн евро. Во время реализации проекта создано более 60 рабочих мест. Эксплуатация объекта будет осуществлена в октябре 2015 года. Следует также отметить высокую инвестиционную активность отечественных компаний. Компания «Небулон» планирует создание 350 рабочих мест в результате строительства элеваторных комплексов на реке Южный Бук в Николаевском и Вознесенском районах. В рамках реализации проекта проводятся углубительные работы на реке Южный Бук. Также планируется строительство комплекса по перевалке зерновых и масличных культур объемом 58 тысяч тонн в городе Николаеве. Здесь планируется создание 150 рабочих мест в сельском хозяйстве. В ближайшие годы планируется осуществить строительство ряда высокопроизводительных молочно-товарных фирм с свинокомплексом, восстановить системы орошения. В октябре этого года, как говорил Вадим Иванович, планируется проведение инвестиционного форума «Николаевщина надежный партнер», где будет предоставлен положительный опыт вложения инвестиций в Николаевский регион иностранными и отечественными инвесторами. Николаевщина – это экспортоориентированный регион. Внешнеэкономическую деятельность отличает положительное сальдо. В первом полугодии объем экспорта в 2,9 раза превысил объемы импорта. Объем экспорта товаров составил 770 миллионов долларов США и уменьшился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорта составил 266 миллионов долларов США и снизился на 24%. С начала года наблюдается тенденция к сокращению темпов отставания объемов экспорта и импорта. Структура экспорта товаров тесно связана со структурой экономики. Развитый агропромышленный комплекс, обрабатывающая промышленность и транзитный потенциал обуславливают специализацию региона на торговле зерновыми культурами, которые занимают более 37% в объеме экспорта, глиноземом 34%, семенами масличных культур 5%, машиностроением 10%. Благодаря успешной работе таких предприятий, как Небулон, Прометей, Грин Тур Экс, регион является одним из лидеров Украины по экспорту зерновых и масличных культур. Но переориентация предприятий на другие рынки сбыта отразилась и на географии экспорта. Следует сказать, что на более чем на 19% до 102 миллионов долларов выросли экспортные поставки товаров страны Европейского Союза. Это семена технических культур, зерновые консервированные томаты. Почти в 3,7 раза вырос экспорт в Индию, это газовые турбины, подсолнечное масло. В 3,1 раза в Турцию, это яхты, лом черных металлов, зерновые и значительно в тысячи разы в Южную Корею. Это кукуруза. В то же время уменьшился объем экспорта в Россию на 30%, импорта на 50%, хотя Россия остается крупным партнером по объемам экспорта и импорта. Важное значение для экономики развития имеет привлечение иностранного капитала. Инвесторами из 50 стран мира на 1 июля 2015 года внесено 215 миллионов долларов США. Три четверти этой суммы приходится на страны Европейского Союза, растет поддержка и интерес мирового сообщества к процессам, которые происходят в Украине. Стратегиям развития Николаевской области одной из задач устойчивого экономического роста определены развитие международного сотрудничества. Предусмотрено участие в программах Европейского Союза и содействие привлечению средств международной технической помощи. Сейчас в области реализуются 12 проектов международной технической помощи, в том числе 7 проектов, по которым бенефициаром выступает облгосадминистрация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова